Я показываю чек. Вот так он выглядит почему-то. Это для тех регионов, у которых там все еще в каких-то городах 49, но у нас 53. Эта цена держится с нового года 2016. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот все свои покупки я купила вот на эту сумму. Ну и использовала скидку в прошлый раз, когда мы забегали покупать шляпы. Я даже не стала снимать видео отдельно на эту тему. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такие тапочки появились. Они там есть и 41, и 39 размера, и уже появились оранжевые, но я по привычке взяла желтые. Вот эту коробочку я купила тоже из серии Прованс Оливки. Но то ли это я ее уже покоцала, то ли я ее такую взяла. В общем, я увидела это потом уже в такси. И, в общем, я хочу обратить ваше внимание на то, что это очень мнущаяся... Такая жестяночка. Ну и плюс, конечно, она меньше, чем маковские. Вот мак, которые маки. И она намного меньше. Для сравнения я положила вот рядом лак. Для ногтей, чтобы вы могли примерно понять, какая она по объему. Но я в ней буду хранить пакетики чая. Потому что у меня кошка бегает, прыгает, она может спокойно все это перевернуть и все это рассыпется. А так пакетики будут в целости и сохранности. Вот такие завозы химии бытовой. Две баночки белизны и два флакончика освежителем, кондиционером для белья. И вот этот блокнот я уже показывала, но я его подарила. Очень понравился он тому человеку. Она долго меня пытала, где я его купила. И вот такой маникюрный наборчик, потому что купленный год назад уже вышел из строя. Но все, что вы сейчас видите, это реально стоит своих денег. Вот такая сумочка тоже из коллекции Alivas Provence. Ходить в магазин за хлебушком. Она достаточно вместительная. У нее вот такие ручки. Ну, она белая. Понятно, что надолго ее не хватит. Но я просто сегодня была, если честно, не готова к заходу туда. И я уже поняла, что я там обязательно прикуплю какую-то сумочку. Ну, вот прикупила вот такую. Очень симпатичная. Бегать в магазин за хлебом. Она новая, как видите. Советую обратить внимание на эти бытовые салфетки, которые нам всегда продавали по цене 50... Там, у кого-то 50, у кого-то 53 рубля. Одна пачка, мы всегда их брали, да, и были рады. Вот сегодня я купила две по цене 50... Или 55. В общем, там лежали рядом более крутые салфетки. Но я увидела, что вот эти именно стоят две. То есть 100 салфеток по цене 50 рублей. Это достаточно хорошо. И фикс в этом плане, конечно, дают фору всем перекупщикам, магазинам и супермаркетам. Потому что они подоборзели в нашем регионе немножко. Как обычно, бумажное полотенце. Помощник на кухне. Вот они такие. Беру всегда. Почему-то беру именно эти. Я брала другие там с овощами. Мне не очень понравились. Я взяла вот под свои визажные штучки вот такую коробочку. Они там были всякие. Я попробовала и посмотрела, и покрутила. И у меня были порывы взять много. Вот такие продаются три по цене. Сейчас, секундочку. Хорошо, все видите. Да, вот такие продаются три по цене. Там по 50 рублей. Вот эту вот я одну купила. Что прилистило. То, что она прозрачная. И все там пигменты или что-то в ней будет лежать. Я это буду видеть. То есть, как органайзер я ее попробую. Если мне понравится, я возьму еще. И тоже вот такой контейнер. В нем нет ничего. Вообще никаких наклеек. Кроме вот этой вот. Бэтпласт. Ящик универсальный. Что-то у нас. Двухлитровая вот эта коробочка. В общем, кому, видимо, под что. Кому-то под еду. Кому-то. Ну, я, как обычно, под косметику. Тоже попробую. Вот я сегодня взяла три емкости прозрачные. Я их обязательно испробую. Посмотрю. Если все в порядке, я обязательно возьму еще. Потому что, ну, мне надо как-то уже их классифицировать, разбирать, убирать. В общем, я относительно довольно счастлива. Вот такая линейка 100 трав. Я пока сегодня ехала в машине, заглянула на этикетки. Я поняла, что в скором будущем у бабушки Агафьи обязательно появится дедушка. Такой маркетинговый ход, потому что потом не только бабушка, но и дедушка будут навязывать вам данную косметическую продукцию. Итак, это для тела скраб мусс, хлебный спас. Ну, и там семь целебных трав. В общем, ну, как бы концепция вся, как у бабули Агафьи. Вот такая консистенция пахнет реально хлебом. Да, очень, очень прикольно. И коробочки достаточно хорошие. Вот, это первое. Вот такая вот даже вообще, знаете, без малого, с намеком там, на крутизну. Вот такая бутылочка. Тоже, соответственно, от дедушки. Медовый гель. Я прям даже в магазине его понюхала. Прям вот мед, мед, мед. Вот такой вот прямо мед. Не знаю, попробую, но уже это выглядит достаточно интересно и достаточно качественно по сравнению с той продукцией. Вот состав. Кому интересно. Ну, я думаю, даже если он может навредить здоровью, использую я его быстрее. Или мы используем быстрее, чем он нам сможет навредить. Ой, как вкусно пахнет. Вот это пахнет какими-то травами реально по дорожникам. Сейчас я покажу вам этикетку. Все тот же, 100 трав. Ну и тут, соответственно, все прикольные, всякие разные. Так, что тут у нас? Без силиконов и парабинов. Скраб для ног Марьи Ягодницы. Вот. Такой он симпатичный. Ну, пахнет подорожником. Не знаю, ничего насчет Марьи Ягодницы. Обалденно красивая бутылочка. Вот это прямо приковало мое внимание. Тоже самое, 100 трав, фитошампунь, активатор роста указывается с экстрактом ромашки. Ну, это значит, я мимо пробегаю у этого шампуня. И у них, кстати, очень качественная крышечка такая. Вот. Вкусно. Вкусно пахнут. У них у всех натуральные, красивые, не химические ароматы. Вот. Ну, а потом я сделаю обзор, если вам интересно, на все эти средства. Ну, как-то смотрится это посолиднее, чем обычно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!